Максик, доброе утро, ты всем говоришь, да? В такой позе прикольной. Ой, Макс. Да. Всем доброе утро, ребята. Ой, мы только пришли в поликлинику, сейчас на УЗИ. Планово УЗИ от школы. Сейчас ждём папу, папу машину нашу паркует. Папа прыгает по лыжам. У нас такой дождь на улице идет, ну, в принципе, как и всегда. Даже без дождя. Ой, Лика, ты на мои бахилы. Да ты на мои. Да? Да. На шок. На, держи потом. Бахилы, да. Как милая нога говорит, бахилы. Бахилы. Чичила. 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 Чичила бахилы. Лику забрали с одного урока с немецкого. Если успеем, то пойдёшь, да, на математику, на алгебру. Я думаю, успеешь. Думаешь, успеешь? О, вот он наш папа. Зашёл. Только зашёл с другой стороны. Да. На другую. А, ты отсюда. Написано вообще на двери. Написано в холм. На, одевай. Ладно, давай. Пошли. Зачем? Я хожу с тобой туда. А? Я ж не буду заходить к тобой. Он бахил. Одень бахил, ты в поливейнике. Будь культурным. Перчатки ещё. Халат. Халат. На какой этаж вам будет? Да, одевай, кажется. Да я долго одеваю. Да? На третий, да. Давай, Николь, быстрее. А то там у тебя вообще-то по очереди, по долому. Особенно. У тебя на 3.15. Сейчас уже 10 минут. Пять минут, там, как всегда, очеречек будет. Я не думала, что будет очередь. Ну, когда она будет опаснее, она сбывала. Ну, да. Ну, как повезёт, знаешь. Я некрасивую. Что это такое? Ты некрасивая бахилая сделала? Кошмар. Кошмар. Сейчас сходим, сделаем УЗИ, потом Лику, если мы успеем, отвезем на алгебру. Я думаю, что у меня алгебра в 4-4 раза. А мы поедем в Бакей, а потом заберём Лику из школы и уже потом поедем за Миланой. Дети бегают, наверное, тут очередь. Лика успела в школу на математику, на алгебру. Мы её отвезли. Мы думали не успеем. Пришли, там было 4 человека. Мы думали, что она не успеет, но она успела. Да, там, где? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, так что мы сейчас заехали в магазин в Агей и потом за Лика минут через 40 заберём, а потом за Миланка поедем. Детский садик. Лика вчера захотела бюзе. Вот сейчас бюзе, да. Вот сейчас мы идём, возьмём бюзе. Бюзе очень вкусное. Бюзе делают сами они. Так что мы сейчас зайдём, возьмём. Магазин в это время такой пустой, пустой. Подожди, таблетки вот сюда, да? Нет, вот сюда. Такой пустой, вообще никого нету, аж непривычно, да? Ну да. Сюда зайдёшь, тут как муравейник. А сейчас тишина такая. Аж приятно ходить. Да, выбираем таблетки, наверное, возьмём финиш. Мы вчера как-то не взяли. Вот, и финиш как бы получше таблетки. Смотрим из тех, что есть. Да? Да. Слушай, а нам не нужна вот эта вот соль для... Или там, в принципе, всё содержится, да, финиш? Да нет, ну сколько мы уже моем-моем. Как бы не нужно, да? Таблетки всё включают себе. Ну и как всегда она закончилась. Да, закончилась кашка. Русский завтрак. Посмотри, может быть, пятизлатовая появилась. Нет, овсяная? Нет, она редко бывает. Давай вот нижнюю... Нет, вот эти с отрубями не надо овсяной. Просто, да, вот такого. Обычная овсяная, русский завтрак. Всё как всегда. Нету пятизлатовой. Нету. Так, сахар у нас есть? Да. Вообще взяли сырочки глазированные. И сейчас я взяла ещё сыр брынза. И видим, сегодня я вчера так и не сделала, слоёные такие пирожки. Не знаю, пойдём там тесто возьмём. Ну, хачапури. Ну, хачапури, не знаю. Не совсем хачапури, потому что они делаются только с сыром хачапури, а это с зеленью, с укропом. Сейчас возьмём слоёное тесто. Я кинулась, оказывается, слоёного теста у меня дома уже не было морозил. Сейчас возьмём тесто и сегодня обязательно делаем. Два. А? Два. Да. Один намного. Так, ну вот, бери, какое берём сейчас. Давай вот, да, бездрожжевую две штучки. Ой, слушай, возьми три. Упаковочка. Это тесто, палочка-выручалочка. Смотри, одну. Они одинаковые? Слоёное, так, слоёное бездрожжевое. Ну да. А рисунки разные. Ну да, ну ничего, нормально. Слушай, а может быть оно отличается? Вот это более удобное. Нам вот надо не сладкое, правильно? Вот такое. Да. Ты думаешь, это тесто и сладкое? Не знаю, вот видишь, что картинка. Слоёное бездрожжевое. То же самое, всё одно и то же написано. Ну ладно, короче, давай подпишем. Ну ладно, возьми вот такое. Нет, всё. Нет, такое? Вот, подержи телефон. Сейчас я возьму, выберу печенье воздушное. Ещё Миланка попросила конфетку. Чупики, да. Малинка. Это побольше чупа-чупсы. Она сказала, хочу апельсиновый. Здесь клубничный. Это, по-моему, яблоко. Яблоко, да. О, я нашла апельсиновый. Вот он апельсиновый. О, апельсиновый. Возьму клубничный и апельсиновый. Так, подожди, какой апельсин? Вот этот у меня или у тебя? Этот у тебя грейпфрут. Нет, у тебя вообще он какая-то, это... Персик. Персик, да, там, и маракуйя. Да? Да, у меня апельсин. Илька тоже просила апельсин. Ну и вот этот ещё хочу взять. Да. Слоечки я уже сделала с сыром, с брынзой и с укропом. Мы сейчас будем кушать немножко горячее. Я только что достала их из духовки. Сейчас мы будем кушать их. А Миланочка играет. Это что у тебя за игра? Качать ночи. А, ты ногти красишь? Да. Ух ты, вот это ты красоту тут делаешь. Молодец. Будем кушать соком, да, Лика, или чай сделаем? Соком. Соком будем. Все, ребята, все, кто сейчас кушает вместе с нами, всем приятного аппетита. Подожди, мам. Ой, как красиво. Какой красивый маникюр. Здорово. Ух ты. Смотрите, какой ещё Миланка сделала маникюр, дизайн. Очень красиво. Какие красивые цвета. И сочетаются очень хорошо, Милаш. Ну-ка, давай ещё один какой-нибудь дизайн придумай. Ой. А и пока ещё мальчик. Ой, вот ещё. Какая красота, Милаш. Молодец. А теперь здесь ещё один. Голубой с жёлтеньким, да? Да, теперь здесь ещё один делаю. Какой теперь ты будешь делать? Вот такой. Я чужая. Вот такой, мам. Чужая такой? Да, давай. Я вот так. Делаю. Так. А это вот так. А вот это вот. А вот это вот так. Ух ты. Так, пока не снимай. Хорошо. Как красиво. Ой, ты забыла закрасить вот здесь, Милаш. Где? А вон уголок. Видишь, чуть-чуть остался. Закрась. Вау, как красиво. Умить. Красота. Хочу такой. Мальчик, пока. Ух ты. Какой вам нравится больше? Пишите нам. Одно. Дизайн ногтей. Да. Красота, Милан. Молодец. Опять я буду играть в зимичку. А это рубрика, что в моем телефоне называется. Что в телефоне у папы? Одно... Одно Миланкино все. Одно Миланкино, да. Одноклассники, всякие игры, погода. Ну, погода-то папа, одноклассники. Что погода? Одноклассники, это папа. Хе-хе-хе-хе différents. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Ай, балабница. Ой, улюл. У Лики пауза. Часовая или минутная. Минутная. что там у тебя чужой юла это дракончик с киндера что надо сейчас все напишут как лико медленно делает уроки иногда читаешь думаешь блин какие же все скоростные прям как будто бы все приходят и сразу бегу начинают делать уроки прям удивляюсь ну понятно но за час как некоторые пишут я честно сомневаюсь может быть да а если не выучить ничего а если вот вот реально реально я вот как бы в основном всегда смотрю как лико делает уроки что-то делать где-то что-то то может быть проверить это что-то там подсказать там ну что-то как-то так сказать все на глазах все домашнее задание в основном отлика приходит кушает перину переодевается кушает потом садится сразу делает уроки без youtube а как нам писали конечно если то instagram youtube садится делает уроки сразу в основном всегда начинают с письменных потом учит и ложится спать вот в среднем 6 7 предметов до задают вот в среднем когда-то бывает и вот в среднем она заканчивает если без отдыха садится часов в 3-4 да потому что вот смотря как бывает ли когда 2 занимается да вот в основном там до 3 вот где-то с 3 до 4 она садится делать уроки и заканчивает в основном в 11 в 12 часов без youtube а без инстаграма максимум делает вот такую паузу там 5-10 минут передышки но все прям молодцы такие скоростные делают как пишет моментально уроки за час 7 предметов я честно удивляюсь как можно выучить стихотворение допустим по истории там прочитать сделать пересказ или выучить там какие-то там и не знаю даты что вы доучите термины до сделать допустим 4 письменных предметов не списать если конечно да в годы сельсии я честно удивляюсь конечно кто так делает молодец респект но я и уважуха да ну может быть кого-то конечно талант вот реально посчитать в среднем насколько уходит на предмет на каждый ну пусть даже в среднем по полчаса 7 предметов по полчаса это это если письменным и говорим без того что надо учить пересказывать читать и пересказывать вот и посчитай в среднем где-то два с половиной ну конечно что пересказать чтобы пересказать как надо надо понять первым делом это прочитать понять и простить на одну страничку да там пересказ биографии какого-то писателя то в принципе разум не хватает чтобы я поняла и пересказался а если там текст какой-то бывает такой текст блин фиг его поймешь еще особенно по истории ну да он как-то не лезет в голову то приходится конечно больше по литературе все по смыслу это да в среднем до уходит из и 7 предметов по полчаса в среднем грубо говоря 3 часа делать это такое письменные а если еще учить пересказы повторюсь то это еще по-английскому задали выучить еще раз два три четыре упражнения еще читать и переводить текст и диалог выучить короче 4 4 упражнения пересказ и выразительное чтение текста и диалог выучить у всех я скажу в общем так у всех конечно задам во всех школах да он как у нас у данный до хотя не хотя до до нога что очень много задают ой так трудно но вот они у нас были в гостях и мы разговаривали про домашнее задание и дано говорит нам по-русскому одно упражнение одно даже задание да там наверное с упражнения какую-то одну часть задали у нас по-русскому тоже задали одно упражнение у нас нет им все им все у нас получился текст на полторы страницы нет по грамму выделить там но все описать и грамматические основы им всего одно из письменных одно задание по-русскому и там что-то прочитать конечно такое домашнее задание можно спокойно за час сделать ладно лика все давай ты отдохнула уже ровно 10 минут я засекла давай делай до время быстро летит у нас на улице холод дождь я хочу лето настоящая осень я тоже хочу в лето сейчас лика можно только поехать в торговый центр у лета вот так вот прошел сегодняшний наш день сейчас я буду монтировать видео все в принципе как всегда хочу вам сказать всем огромное спасибо кто был снял с нами всем спокойной ночи всем пока пока